Привет, дорогие друзья! В этом видео мы вам покажем, как мы утепляем балкон при помощи утеплителя Penoplex. Расскажем вам, какие инструменты мы используем, какой материал мы используем, в каком порядке это все выполняется. Дадим пару советов, надеюсь, они вам будут полезны, а также подскажем пару лайфхаков. Всем приятного просмотра! Погнали! Итак, из материалов нам понадобится Penoplex Стена, Penoplex Фундамент, Penoplex Comfort, клей для пенополистирола Penoplex FastFix, дюбель с пластмассовым гвоздем, кровельный тарельчатый дюбель, винт полимерный тарельчатый, монтажная пена, очиститель пены, лента малярная, сетка стеклотканевая фасадная, пленка полиэтиленовая, аквапанель Knauf универсальная, клей для пенополистирола Церезит, грунтовка Weber, штукатурка цементная Knauf Unterpuns, наливной пол Weber Vitanit 4350, а также нам потребуется следующий инструмент. Дрель, болгарка с диском по металлу, лазерный уровень, шуруповерт, пистолет для пены, молоток, набор шестигранников, рулетка, шпатели, строительный нож, карандаш и маркер, отвертка, плоскогубцы, стамеска, ножовка по гипсокартону, миксер, бур по бетону 10 мм и... Мастер Игорь! Игорь, поздоровайся. Да, и ведро, конечно. Начнем отделку балкона. Начинаем мы ее с отмывки окна, как ни странно, потому что оно все вкурит. Будем его заклеивать скотчем малярным и накрывать пленкой. Ну вот, рама наша чистая, теперь можно клеить защитную малярную ленту. Пайфхак небольшой, как заклеить окно одному. Отрезали нужный нам размер пленки, сложили пополам, нашли центр. Открываем небольшой кусочек малярной ленты и приклеиваем на этот центр. И теперь идем наверх. Вот так один метр, вот так полтора. Угадал? Угадал. Мы укрыли окна, срезали лишнее. Сейчас будем срезать пену вровень со стеной, чтобы пеноплекс, утеплитель наш, можно было вплотную приклеить к стене. Сейчас нам нужно проверить стены на отклонение от вертикали. То есть, чтобы не было уклона 2 сантиметра. То есть, 2 сантиметра это у нас уже все максимум. И так проходим по всем стенам. Мы убрались, пропылесосили. Все поверхности у нас обеспылены. Теперь мы можем приступать непосредственно к приклеиванию нашего утеплителя пеноплекс на стены. И сейчас я вам подробнее об этом расскажу. Сейчас нам нужно наклеить первый слой нашего пеноплекса. Их есть несколько видов. У нас на объекте будет использоваться пеноплекс комфорт для пола. Пеноплекс стена для стен непосредственно. И пеноплекс фундамент, опять же, для пола. В чем разница пеноплекса комфорт и пеноплекс стена, к примеру? Он гладкий с этой стороны и гладкий с этой стороны. Раньше мастера использовали его для утепления. Но сейчас у компании пеноплекс появился утеплитель с насечками с одной стороны. Пеноплекс стена. Вот так он выглядит. Поверхность шероховатая. Будет лучше адгезия при штукатурке. И не нужно делать то, что делали раньше. Это наносить насечки. У компании пеноплекс сейчас есть вот такие листы с насечками с двух сторон. В нашем случае вот приехал с одной стороны. Поэтому мы сейчас нанесем насечки. Так сказать, расчершим его обычным ножом для гипсокартона. Делается это все быстро, просто и легко. Итак, насечки мы сделали. Сейчас нам нужно разложить плиты, как они пойдут. И чтобы было удобно их приклеивать в дальнейшем. Смотрим, чтобы у нас замки были вот этой стороной сюда. Ну, на нас смотрели. Первый слой мы клеим вертикально. Это важно. Выставляем первый лист. Берем второй. Приставляем. Все, у нас есть примыкание к полу, к этой поверхности. И рулеткой смотрим. То есть в данный момент у нас здесь 9,5 см. И внизу тоже 9,5 см. Дальше у нас пойдет ровная подрезка. Далее кладем лист пеноплекса на пол. Берем пену, стряхиваем ее. Где-то 15 движений, либо около 30 секунд где-то идет стряска. Теперь наносим пену. Отступаем от края 3 см. Наносим сначала периметр. Потом зигзагообразными движениями заполняем центр. Вот здесь у нас будет пустой замочек. Его тоже проходим пеной, чтобы все было заполнено. Вступаем. После того, как нанесли пену, нужно выждать 4 минуты. Для этого заводим таймер. 4 минуты. Старт. Пока мы ждем 4 минуты, можно нанести на следующую пену. Как раз наш таймер уже подходит. Можно приклеивать первый лист через 10 секунд. Ну, плюс-минус. Первый слой мы клеим без крепежей. Просто плотно прижимаем и где-то секунд 30 подержать нужно. Сейчас нам нужно сделать подрезку, отмерить. И остаток с подрезки мы приклеим следующим рядом. И как раз у нас есть разбежка. Чтобы швы у нас были не в перекрестии, а так называемые Т-образные получались. Это будет служить перевязкой. После того, как мы наклеили первый слой, обязательно нужно пройти по контуру весь периметр стык примыкания. Пропенить. Этой же клей пеной. Потом эта пена срежется перед вторым слоем. У нас, как вы помните, есть металлические каркасы с профильной трубой. И нет примыкания с газоблоком. Вот здесь мы можем это посмотреть. Специально не стали доделывать, чтобы вам показать. Есть вот такие места, примыкания рамы и утеплителя, где нет газоблока. И пена очень плохо липнет к металлу. Поэтому первый слой в этих местах нам приходится крепить на тарельчатые дюбеля для крепления теплоизоляции ТОВА. Эти дюбеля у нас под пневмопистолет, но так как у нас пневмопистолет на другом объекте, мы вышли вот таким образом. Берем, вытаскиваем этот гвоздь, убираем в сторону и меняем его на саморез с пресс-шайбой. 50 миллиметров вставляем его вместо гвоздя и подсверливаем. И вот эта сборка у нас будет заходить в теплоизоляцию. Так, стены у нас утеплены в первый слой, теперь приступаем к потолку. Почему потолок? Чтобы у нас здесь было замковое соединение второго слоя. Как я уже ранее говорил, все примыкания, углы, сопряжения нужно пропенивать, чтобы не было сквозняков и подгываний. Итак, стены и потолок мы утеплили, сейчас приступаем к утеплению откосов. Мы уже заранее все нарезали, нам сейчас остается все приклеить. Главная особенность это приклеивать откосы с зазором 5-10 миллиметров от окна. Это место мы потом будем запенивать. Итак, прежде чем начать клеить второй слой пеноплекса, нам нужно... Помните крепежи тарельчатые, которые мы в профтрубу загоняли с саморезом с плешейбой оцинкованными? Чтобы они не отсыревали и не намокали, хоть они внутри и находятся, но вот в этих местах обязательно нужно пропенить. И потом эту пену срезать. Второй слой пеноплекса мы будем клеить перпендикулярно первому слою. То есть, если мы первый вот так клеили, то сейчас мы будем клеить вот так. И как раз у нас вот эти насечки от производителя уже будут располагаться горизонтально, что облегчит сцепление материала с основанием. Клеим мы второй слой на ту же самую клей-пену FastFix и дополнительно будем крепить вот такими тарельчатыми дюбелями. Бурим отверстие на эту глубину, вставляем дюбель в пеноплекс и забиваем этот пластиковый гвоздь. Отличие вот этих тарельчатых дюбелей в том, что они не являются мостиком холода. Если бы здесь был металлический гвоздь, он бы был всегда холодный, он бы снаружи стены отдавал холод внутрь помещения. И появлялся бы конденсат, и вот в этом месте он бы отсыревал, и это чревато ржавчиной. И вот чтобы этого избежать, нужно как раз использовать пластиковые тарельчатые дюбеля. Погнали! Сверлим отверстия с отступом 5 сантиметров от края. И таких нам нужно где-то 5-6 штук на квадратный метр. Ну, это получается 3 сверху, 2 по центру, и еще 3 загоняем в стык. Дорогие друзья, совсем забыли вам сказать, помните здесь у нас шли металлические стойки? Забыли сказать, что второй слой мы крепим уже на вот такие тарельчатые дюбеля, черные. Они крепятся к первому слою, то есть заворачиваются и фиксируются на первом слое. А первый слой уже закреплен непосредственно в металлическую профильную трубу. Также все пропениваем, не забываем, и будет вам счастье! Так, сейчас у нас есть ответственная часть, нужно сделать отверстие под подрозетник. Нам нужно учитывать чистовой пол, то есть нам нужно посчитать толщину утеплителя, заливаемую стяжку, плитку, клей под плиткой, и все эти пироги отнять. Высота подрозетников у нас должна быть 900 мм от чистого пола. Сейчас мы займемся этой разметкой и вырезаем отверстие. Итак, отверстие под подрозетники мы высверлили коронкой диаметром 68 мм. И есть такой момент, некоторые мастера им грешат, что они делают. Они, значит, берут и подрозетник вклеивают на пену сюда. И потом, если здесь розетка стоит, к примеру, при выдергивании вилки, вместе с подрозетником все вырывается из пены. То есть пена – это ненадежный метод крепления. Чтобы этого избежать, нужно клеить на гипсовые растворы, если это внутреннее помещение. В нашем случае у нас здесь балкон, и мы будем здесь штукатурить цементными растворами. Соответственно, мы будем применять цементный клей. Чтобы вклеился подрозетник хорошо, там держался, мы делаем вот такой вырез. То есть клей зашел внутрь и маленько вот сюда наплыв. И он как бы получается как дюбель. То есть его при всем желании уже нельзя будет никак вырвать. Продолжение следует... Продолжение следует... Мы очистили полы от пыли, загрунтовали их и укрыли пленкой. Сегодня мы пришли и будем доделывать полы в два слоя. Первый слой будет пеноплекс комфорт. Вот он у нас уже нарезанный, начесанный и готов к приклеиванию. Затем мы доделаем второй слой стен. Вот здесь подведем. То есть у нас подходит первый слой, на него второй стены и второй слой уже пола будет к стене подходить. Тем самым мы сделаем своеобразный замок и перехлесты, чтобы не было никаких поддуваний. Можно сделать было по-другому. Можно было сначала полностью все в один слой приклеить и полы в том числе. Но это чревато тем, что при утеплении второго слоя потолка, когда вы будете ставить стремянку или табуретку или под мостик какие-то, продавите банально первый слой утеплителя. И в избежание этих продавливаний можно, конечно, укрыть фанерой. Но в нашем случае фанера у нас не оказалась на объекте. Мы вышли из этой ситуации вот следующим образом. Мы сначала утеплили стены в два слоя и оставили вот эти 20 сантиметров. И теперь мы их будем доделывать. Хочу еще сказать, когда мы приклеиваем плиты пеноплексов к полу, мы их не крепим дебелями. Мы все равно их приклеиваем. Мы его просто прижимаем каким-нибудь весом. Ну, достаточно одного-двух мешков 25 килограмм с той же смесью. У вас идет стройка и у вас этих мешков будет достаточное количество со смесями, чтобы прижать. Весь наш утеплитель на своем месте. Два слоя, пол, стены, потолок. Сейчас нам нужно все пропенить, все примыкания, углы и все вот эти зазоры забить пеной. Таким образом мы на 100% избавимся от промерзания, продувания и прочего. И не оставим холоду, никаких шансов пробраться внутрь квартиры. Итак, балкон мы утеплили в два слоя. Стены, пол, потолок. Укрыли все пленкой, укрыли фанерой, чтобы не продавить стремянкой во время штукатурных работ. Сейчас мы вам покажем, как мы приклеиваем сетку штукатурную ячейкой 85 миллиметров. Это панцирная сетка. Мы сейчас отмеряем высоту балкона. Прибавляем 10 сантиметров, чтобы был нахлест. Сетка на сетку находила. Это свяжет сетку между собой и, соответственно, все плоскости. Затем мы наносим первый слой штукатурно-клеевой смеси Церезит СТ-85. Она нам будет служить базой для приклеивания сетки и для контактного слоя. Наносим первый слой, вклеиваем сетку, дальше проходим гребенчатым шпателем. Или кельма еще можно гребенчатый, также с зубом 6-8 миллиметров. После того, как контактный слой высыхает, можно приступать к штукатурным работам. Покажем вам финальный результат уже готового балкона под штукатурку, под штукатурной работы. Также у нас на полу еще появится аквапанель. У нас здесь будет теплый пол, и пеноплекс не должен соприкасаться с теплым полом, иначе теплый пол перегорит. Вот вам небольшой совет, поэтому обязательно нужно разделять слои. Субтитры сделал DimaTorzok Ребят, надеюсь, наше видео вам было полезно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и ждите наших новых видео. С вами был Форс Монтаж. Субтитры сделал DimaTorzok